Анастасия Грибова с детства мечтала сесть за руль. Выросла, получила права. Параллельно ездила с мужем и его братом на соревнования. Они частые участники различных гонок. А пару лет назад и сама рискнула попробовать. И сразу третье призовое место. Там и заносило, и ударялись, потому что немножко заносы сильные на трассе происходили. Машина такая полуразбитая потом была. Адреналин. Эмоции очень замечательные выходили. Самое главное в экстремальных гонках – это безопасность пилота, говорит супруг Анастасия. Специально под жену Дмитрий Грибов переоборудовал свой автомобиль, чтобы заезды были максимально комфортными и безопасными. Установил анатомическое кресло, ремни, подобрал огнеупорный костюм, шлем, укрепил каркас авто. Пилот в машине должен быть как влитой. Сам же участвовать в этих гонках не будет. Решил остаться в роли организатора. Прежде всего, это дает очень интересные ощущения. То есть, когда ты выступаешь, когда ты… Допустим, когда я сам еду по треку, у меня чуть ли не слезы на глаза накатывают, потому что это безумное удовольствие, это такое маленькое счастье, когда ты на машине выступаешь, когда ты едешь не в простых условиях города или трассы, а когда ты едешь в боевых условиях, когда ты осознаешь, что машина на пределе, ты сам контролируешь весь этот процесс, это неимоверное удовольствие. Представлять не все юганск будет не только супруга Дмитрия, но и его младший брат. Романа, кстати, нисколько не смущает присутствие на трассе женщины-пилота. В заездах Анастасия ведет себя стабильно и уверенно. Ну и самое-то интересное, как она себя ведет в нестандартных ситуациях, когда происходит такое, знаете, бывает спортивные инциденты, когда несколько машин друг друга зажимают, берут в клещи. И вот Настя еще ни разу не терялась, выходила с честью всегда из таких поединков. И всегда с плюсом для себя в первую очередь. Лед в этом году намерз отличный, говорят участники. Толщина больше метра. Сама трасса будет замкнутая кривая, протяженность 1200 метров. Для таких соревнований кроссовые автомобили переобувают специальные шины с шипами полтора миллиметра. Чтобы лучше прочувствовать ход машины, трассу и вовсе пробуют на лысой резине. Соревнования пройдут в двух классах. Супер 1600 – это легковые переднеприводные автомобили ВАЗ с объемом двигателя до 1600 сантиметров кубических. И свободные отечественные заднеприводные автомобили без ограничений по модели и объему двигателя. Для зрителей будут организованы две смотровые площадки. Начало в 11 часов. Вход бесплатный. Мария Сераева, Светлана Леонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».